Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как избавиться от повышенной гиперактивности и желания что-то делать и испытывать острые эмоции? Мне 27 лет, на протяжении всей жизни я была активной и темпераментной, последний год активно занимаюсь творчеством, фотоискусством. Готовлю выставку, и для меня такое повышенное эмоциональное состояние с детства было нормой, ведь я довольствовалась полученной на момент эмоцией, которая потом переходила в спокойствие и отдых, но сейчас это стало проблемой. Понимаю, что это моя природа, но состояние эмоционального недовольства выводит из себя. Недовольство выводит из себя. Я не могу каждый день прыгать с парашютом. Антидепрессанты или меотропы не выкатывать, все это идет изнутри. Такой вот вопрос. Вообще, мне почему-то показалось, что вы свой вопрос задаете успешки. Вот, как-то вот в этом смысле, ну, на мой взгляд, по крайней мере, есть ощущение, что вы, ну, в спешке его писали, и не особо в этом смысле, как-то вот озаботились тем, чтобы дать каких-то подробностей и так далее. Вот. А первонаперво хочется сказать, что, ну, вы себе просмотритесь, что вы говорите, что ваша гиперактивность – это ваша природа, и тут же, как бы, пишите, как от нее избавиться. Если это ваша природа, то никак, потому что это ваша природа. Другой вопрос заключается в том, чего вы реально хотите. Мне показалось, что, опять же, хотите и хотите вы не этого. Мне показалось, что, ну, что чего-то другого вы хотите. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, что в последний год это стало проблемой. Соответственно, что изменилось? Что именно стало проблемой? Мне показалось, что вам стало сложно получать расслабление, как будто бы. Вы, то есть, если раньше вы, ну, получая эмоции, да, получая, ну, получая... Какое-то впечатление. А вы расслаблялись? Ну, вот. То теперь, теперь, так выходит, что вас это, как будто бы не расслабляет. Если я, ээээ... Правильно вас... Понял. То есть, вам... Ээээ... Сейчас... Остается только... Ээээ... В том, что вы постоянно напряжены. По крайней мере, я так понял вашу... Ээээ... Ситуацию. На данный момент. Если я не прав, то, пожалуйста, эээээ... Как бы дайте знать. Смотрите. Ээээ... Ээээ... В этом смысле... Ээээ... Ваша гиперактивность не связана с... Ээээ... Ну, с активностью. Как таковой. Ээээ... В этом смысле ваша активность больше связана с... Ээээ... 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 Больше связана с... Ээээ... 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 Эээээ... 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 Ээээээ... Да, если после того, как вы что-то делаете, вы ослабляетесь, то есть ощущение, что вы это делаете, чтобы что-то доказать. Ну, либо, чтобы успокоиться. То есть вы это делаете не ради того, не потому что вам интересно, да, например, а просто потому что по-другому вам, ну, как бы, спокойствие, да. Не обрести. И, собственно, на мой взгляд, это здесь и является ключевой проблемой. Поэтому я бы вел речь о чем? О том, что вы пытаетесь, значит, ну, как бы за счет своей активности, да, достичь некоторого уровня, некоторого состояния, когда бы вы могли расслабиться. Без этого, скажем так, варианта, без этого варианта расслабиться вы не можете. Ну, так, по крайней мере, получается. И здесь нужно выяснять, что для вас эта активность, что она для вас значит, что вы от нее получаете, каким образом, из-за чего возникает фрустрация, чего вам, вот, ну, в момент, да, допустим, в момент, ну, фрустрации, например, чего вам хочется, то есть, что порождает фрустрацию и так далее. То есть, это все очень-очень важные моменты. И я думаю, что, нет, избавляться вам ни от чего не нужно. Потому что, ну, вообще, на мой взгляд, это не очень корректный подход к вашей личности. И не очень правильный, как мне кажется, взгляд на работу психологов, потому что мы ни от чего не избавляем. Мы, как раз-таки, помогаем скорее выправлять некоторые, если можно так выразиться, да, некоторые перекосы. Вот. И это вот то, что мы делаем. Это то, что мы могли бы сделать. Вот. И по отношению к вам. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы этим заниматься? Потому что то, что вы спрашиваете сейчас, да, ну, выглядит так, что вот есть какой-то, такой, знаете, готовый рецепт, как будто бы, вот. А готового рецепта нет. А мы считаем, у каждого человека свое, у каждого человека своя история и своя личность. Нужно смотреть именно на то, какая личность вы и что можете и хотите вы. Вот. Понимаете, какая штука. Дальше. Идем. Следующий момент. Вы заговорили про антидепрессанты и ноотроп. Конечно, я не специалист в этом, ни в коем случае я не являюсь психиатром. И я не знаю всех вот тонкостей действия препаратов. в частности антидепрессантов и в частности ноотропов. Насколько я знаю, антидепрессанты как раз таки рекомендуется человеку, который на мой взгляд испытывает сложности как раз таки с тем, чтобы что-то делать. Если у вас повышенная активность, антидепрессанты вам не нужны. Вот. Наоборот. Вам нужно что-то, что эту активность возможно как-то бы понизило, если я правильно понимаю, о чем идет речь. Поэтому здесь ваш выбор как бы лекарственных средств он несколько странный. С другой стороны, у вас возможно и естественно некая такая физиологическая, так скажем, страна. То есть возможно, что в рамках именно физиологии вы испытываете гиперактивность. То есть так или иначе, на мой взгляд, к врачу вам все равно обратиться было бы неплохо. Вот. Совершенно необязательно, что вы как говорите это идет изнутри. Вот. Совершенно необязательно, что это идет изнутри. Может быть изнутри, но может быть и нет. Откуда у вас такая уверенность, что это идет изнутри, непонятно. С другой стороны, если вы были у врача, проверяли, смотрели, смотрели, у вас есть все основания, например, полагать, что это идет изнутри, тогда вам имело бы смысл вести речь о психотерапии. То есть вам в этом смысле имело бы значение вести речь о том, чтобы выбирать себе специалиста, выбирать себе психолога и собственно с ним начинать как бы работать. Вот. Но этого вы почему-то не делаете. То есть почему-то речь о том, чтобы выбирать себе психолога для работы. Вот об этом почему-то речь вы не ведете. Вот. Это тоже наводит на некоторые вопросы. То есть это вот на данный момент это порождает пока что больше вопросов, чем ответов. Вот. А поскольку тема важная, то на мой взгляд сперва нужно все выяснить. Вот. Ну хотя бы выяснить то насколько вы скажем так адекватно воспринимаете ситуацию, которая с вами происходит. То есть насколько вы адекватно ее понимаете. Насколько вы оцениваете ее адекватно. вот. Ну и наконец последнее, что я хотел бы сказать по этому вопросу. Я бы хотел сказать, что люди, которые постоянно стремятся к адреналину, да, традиционно традиционно это люди, которые несколько несколько сложно взаимодействующие сами с собой. То есть это люди, которые бегут от себя. Это люди, которым сложно оставаться наедине с собой. и на мой взгляд вам как раз таки сложно, может быть даже страшно, может быть и неприятно чувствовать себя, замечать себя, сталкиваться с своим внутренним миром. ведь когда вы куда-то бежите, когда вы находитесь в постоянной активности, в этот момент вы себя не замечаете, в этот момент вы себя не чувствуете, в этот момент что называется нет времени думать. Нет времени даже не думать, это было бы наверное не совсем правильно, нет времени заметить. нет времени заметить то, что ну то, что со мной происходит. Нет возможности заметить, что со мной происходит, нет возможности почувствовать, что со мной происходит. Понимаете, да? Какая здесь штука. И вот именно это как мне кажется вам и нужно в себе взращивать. А если мы говорим о помощи, помощи вам. Вот. То есть это бегство от себя, это желание что-то доказать кому-то. Вот. То есть это некая такая неуверенность в себе, некая такая обесценивающая тенденция. То есть без вот этих всех дел, без постоянной активности своей я как-то ну вообще никто например. 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 Вот. То есть я не знаю, ну я безусловно безусловно я не знаю как на самом деле обстоят дела, но пока что выглядит все пожалуй именно вот именно в таком ключе. и соответственно если я прав, то именно с этим вам и нужно работать. Вот. В первую очередь. Повторюсь. Не избавляться. Избавляться ни от чего не надо. Психолог не занимается тем, что он от чего-то избавляет. Ни в коем случае. Никто ни от чего вас избавлять не будет. По крайней мере компетентный специалист. Можно вам помочь лучше себя узнать. Можно вам помочь получше в себе разобраться. Вот. Но избавляться ни от чего не надо. и сами это понимаете. Говоря как бы о том, что ну вот что такова ваша природа. То есть вы ну сами отдаете себе отчет, что вы такая, какая вы есть и скорее всего не измените. И это нормально. Это абсолютно нормально. на этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. обращайтесь. Обращайтесь.